Приветствую вас. Примите мои соболезнования относительно ваших потерь. Вот выпало вам, конечно, немало на вашу долю и, безусловно, к вам сочувствие и сотрадание. Вот. Я думаю, что заставлять себя жить, как вы говорите, наверное, одно из самых бесперспективных решений. Вот. Потому что нельзя заставить себя жить, ибо фактически вы уже живёте. Вот. Вы не умираете, не накладываете на себя руки и получается, что вы живёте. Другой вопрос, что вы несчастливы, и другой вопрос, что у вас очень много получается боли от потери, у вас очень много боли от травмы потери. Вот. Вот вопрос в том, как вы это, проживаете. Вообще говоря, я не думаю, что именно сейчас прошло, по сути всего лишь, 25 дней. Это очень мало для того, чтобы начать, начать, точнее, жить. Ну, я думаю, в том смысле, в котором вы понимаете это. Поэтому вам покажется, наверное, странным то, что я скажу, но я бы не хотел, чтобы именно сейчас вы начинали жить, потому что в вашей интерпретации этого есть ощущение, что вы хотите убежать от своих переживаний, убежать от своей боли. Вот. Это желание понятно, особенно если вы, например, не можете эту боль прожить, не можете её, как бы, отболеть. И если вы воспринимаете, допустим, своих родных, да, как тех, ради кого можно и нужно жить, тех, кого нужно оберегать, но не тех, на кого можно опереться. По крайней мере, мне так показалось. Вот. Я не знаю, связано ли это с тем, что они действительно такие люди, связано ли это с тем, что у вас такие отношения сложились с ними. Не связано ли это с тем, что вы такой человек, что, ну, не можете, получается, позволить себе на этих людей опереться, на своих близких. Вот. И, соответственно, направить в боль. Но, как мне кажется, вы чувствуете себя весьма-весьма одиноко в своём горе сейчас. И ваши родные вам воспринимают скорее как те, кому вы должны, но не те, кто может вам помочь. Сейчас, мне кажется, говорить о том, как вам жить. Мне кажется, совершенно бесполитно, потому что вряд ли вы сможете. Вам нужно отболеть, вам нужно в полной мере оплакать, как мне кажется. И своего мужа, и своих детей. Вот. А дальше уже, на мой взгляд, смотреть, как жить дальше. И дальше уже будет видно. Но пока вы не пройдёте все стадии горя, вряд ли вы сможете двигаться дальше. Вот. И процесс этот будет не быстрым. Процесс этот будет постепенным. Вот. и не всегда приятно. Я не знаю нюансов вашего состояния. Может быть, вам сейчас нужна больше кризисная терапия. Тогда имеет смысл обратиться в психологический центр. Там вам окажут помощь, именно как, ну, с точки зрения, с точки зрения кризиса. Вот. То есть, с точки зрения кризисных, ну, кризисной терапии. Если вообще состояние не такое острое, наблюдается, условно говоря, просто апатия и такой острый боли нет, то вполне вероятно, что имеет смысл начать заниматься и частной терапией. Ну, то есть, вот, началось, имеется в виду, в виду, с психологом, вот, чтобы прожить вам свою боль, прожить эмоции, прожить свое состояние, вот, не уходить от него, не уходить от него и так далее. Вот. И, соответственно, решать здесь вам, конечно, как поступать. Но, повторюсь, очень важно не убегать от своих переживаний. Очень важно не бежать от них. Очень важно не пытаться скрыться от них, потому что, пока вы их не отболеете и не проживете, дальше двигаться вы не сможете. Важно это делать с кем-то. Важно это делать с кем-то. Ни одну, потому что в одиночестве это совсем не то же самое, что с кем-то. Только с кем-то вы сможете прожить. На самом деле не так важно, точнее не первостепенно, а в важности, то с кем вы это будете делать. Психологам просто это будет сделать более экологично и более качественно. Но можно и с любым, в принципе, человеком, которому вы доверяете, которому вы верите. и которому вы можете раскрыться. Потому что, ну может быть, может быть, психологу, например, довериться вам будет сложнее. Никаких рецептов, как жить, нет. Жизнь ваша вам только вы знаете ответ на этот вопрос. Точнее знает ваше сердце. Но другой момент заключается в том, что именно сейчас наверное ваша жизнь это это скорбь скорбь по тем, кто ушел. И это нормально. мне кажется, что нужно дать время себе скорбить столько, сколько необходимо. Вот. Но делать это, повторюсь, экологично. То есть а то есть а то есть а чтобы не было такого, что а вы застряли в а ну а переживания и дальше не двигались. А застряли в переживаниях происходит, когда эмоции э консервируются, когда э человек не дает им э э выражаться, не дает им проявляться. Вот. так важно позволить себе оплакивать тех, кого вы потеряли. не 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 забронуть э тему одну в вашем тексте тему достаточно э э э э не непростую, вот. э ни в коем случае не хочу э вас задеть, ни в коем случае не хочу вас э ранить. Вы говорите о том, что э самоубийство э с вашей точки зрения является э грехом. э вряд ли я здесь э буду э э э с вами спорить. э э совершенно вряд ли я буду здесь э с вами спорить. Но если вы э считаете самоубийство грехом, э э то получается, что вы верите таким образом э в Бога. Если вы верите в Бога, то вполне возможно, что вам может помочь э взаимодействие со священником, э э который тоже занимается психотерапией, э со своей стороны, э э со своими нюансами, не всякого внешнего, не всякого сомнения. Но это тоже психотерапия, это тоже помощь, это тоже работа. Просто со своей э религиозной, так скажем, э ну, ну, точки зрения. Это не хорошо, не плохо, это не хуже, не лучше, это просто другое. может случиться так, что именно религиозный подход, э подход теологический, э подход, э э подход, э священнослужителя, э поможет вам найти утешение лучше, чем психопсихолог, который является все-таки светским специалистом, который не является, э ну, как бы, объектом, э какой-то религиозной организацией, или, э и позиции. Во. Э так бывает, что, э священникам лучше пообщаться. у нас, кстати, вот даже на сайте есть э э такой раздел религии, вы можете обратиться туда, там вам люди помогут, может быть, да может быть, возьмете в них, э как бы консультацию, с ними поговорить, со священнослужителем, вам станет, может быть, легче. Вот. Такой вариант тоже имеет, э смысл, вам, рассмотреть. Вот. Э Следующее, э что хочу э сказать, это то, что, э терять э близких всегда ужасно. Тяжело, невозможно. но э мне кажется, что люди, которые уходят, они все равно с нами живут, они живут в нашей памяти, и пока вы помните человеку, мы с ним общаться, он может быть рядом с нами. Конечно, здесь важно не перегибать палку, чтобы не уходить совсем в мир, э иллюзии в мир, э э ну в мир, которого не существует, но вы можете общаться с этим человеком, вы можете позволить ему быть с вами, позволить ему говорить, ведь э э э ну условно говоря, ваша э э память, она может как раз таки э э помочь э здесь вот э э э следующий момент это э э момент где вы можете э попробовать вспомнить вспомнить чего хотел э для вас например ваш муж что ему было важно для вас и постараться воплотить его желание как бы в память о нём вот отдавая ему должное и потихонечку таким образом учась жить без него никто не говорит что это будет легко никто не говорит что не будет больно но это неплохой э старт э э жизни жизни э дальше уже без этих людей э ну и наконец последнее что мне хотелось бы хотелось бы вам сказать это то что э э это такой задел э на будущее конечно потому что сейчас вероятно вероятно к этому вы не совсем готовы но э вы не ну я надеюсь что сейчас вы это услышите э до вас это э просто э э фоном э пройдёт и всё вот я надеюсь что э в будущем вы к этому э обратите свой внутренний взор и надеюсь что это э э ну как-то сыграет э свою роль э мне кажется что вы э не умеете э э жить для себя мне кажется что э э вы э никогда и не жили э э для э для себя э в полной ну вот э в полной мере и мне кажется что это очень на это очень важно обратить э ваше э внимание что э э вы не умеет жить для себя э ну не привык не привык не будучи не привык э э будучи не привыкши жить для себя э э вы естественно оказываетесь в ситуации зависимости от тех кто рядом с вами находится вот вплоть до того что ваша жизнь зависит от этих людей и мне кажется что э в какой-то степени только 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 в какой-то степени может быть это и э э хорошо но когда э э вы не чувствуете э смысла жить э без э людей да мне кажется что здесь э выли не выли э обратить свое внимание именно на на то какая вы сама без этих людей кто вы из этих людей что вы из себя представляете без этих людей и обратить внимание на это потому что такова жизнь что любимые близкие люди уходят это больно это невозможно но это так и а живым нужно как-то жить дальше но но чтобы жить чтобы жить э нужно чтобы эта жизнь была а без интересов без своих собственных интересов целей жизни возможно если вы не умеете жить для себя если вы запрещали себе жить для себя то вероятно сейчас э говоря сейчас я не имею ввиду конкретный момент я имею ввиду э говоря сейчас я имею ввиду э некий этап вашей жизни сейчас самое время пересмотреть эту позицию и возможно ее поменять это потому что вашей жизни произошло никто не застрахован это ужасно это больно это невозможно это страшно но так бывает и не смотря на то что так бывает жить все равно а жизнь плана продолжается если вы решили жить если вы решили жить то то как бы а не существовать то искать свой интерес необходимо вот а хотя бы ради тех кого уже нет я уверен что ваш муж хотел бы чтобы вы были счастливы я уверен что ваш муж хотел чтобы улыбался я уверен что опять же если вы верите в бога то наверное вы верите в то что ну что умерший человек наблюдает за живым и как бы ваш муж он смотрит на вас и что он видит видит ну женщину которая убита горем которая не хочет жить ну вот а я не думаю что это порадовало вашего мужа ну вот поэтому обратите пожалуйста на это внимание так же мне кажется это очень важный момент почему я и говорю чтобы вы рассмотрели для себя возможность обратиться к священнику к священнослужителям вот потому что с точки зрения религий с точки зрения веры вам он безусловно поможет лучше чем психолог вот я просто не знаю в каком направлении вы ну как бы как бы двигаетесь но это как бы вы можете выбрать сами вы можете сами посмотреть в каком направлении вам ну более комфортно да вот чтобы себя не обманывать вот чтобы своих близких не обманываться да вот и так далее потому что ну вы говорите например что живете ради них да ну хорошо вы бы живете ради них вы чтобы как вы говорите они не попали в тот же ад что и вы но вы с собой жертвуете так жертвуете ради них а жертвы никогда никого не сделаются счастливым потому что ну они же видят как вам например плохо они видят как вам например тяжело они видят как вы как вы мучаетесь страдаете вот и я не думаю что особо счастливы они что вы так живы живете и вполне возможно что ваше жертву таким образом окажется напрасно я не думаю что и вы и они хотели бы этого поэтому эээ если вы эээ делайте что то для допустим своих близких для тех кого вы любите любите если вы делаете эээ искренне то эээ живите и начало жизни это все таки позволит себе плакать позволит себе эээ боль позволит себе просто просто говорить о том что эээ с вами происходит эээ говорить эээ столько сколько потребуется без каких-то временных ограничений эээ почему я опять же говорю эээ кризисную эээ терапию потому что кризисная терапия неограничена во времени вот и может длиться несколько дней эээ без перерыва вот понятно что это эээ довольно ээээ специфическая ээээ форма работы вот это совершенно понятно вот и что как бы ну ну дома ээээ это ну сделать эээ наверное достаточно сложно вот поэтому имеет смысл рассмотреть возможность обратиться в психологический центр для кризисной получения кризисной терапии для прохождения кризисной терапии вот очень часто на нее эээ приглашаются и родственники вот поэтому ээээ как бы одна да вы там не будете вы будете с своей ну вот с мамой и братом вот как как вы в принципе и говорили вот и им это тоже будет полезно потому что я уверен что для них это тоже испытание стресс вот и им также тяжело 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 с в ситуации вот такой обед я могу вам дать сейчас повторюсь вам много сочувствия вот затруднение вот но конечно хотя бы не хотел я думаю вы тоже не хотели бы сделать упор на жалость вот мне кажется что именно жалость никогда не приводит ни к чему хорошему вот вот поэтому да сострадание сочувствие очень очень важно нахождение рядом человека который который присутствие которого вы почувствуете тоже очень важно сочувствие которого вы почувствуете тоже очень важно но Но жалеть вас означает допустить, что вы не справитесь с тем, что произошло, а это означает сомневаться в вас, это означает принижать вас. Я не хотел бы этого, потому что уверен, что вы не справитесь с этим, но спрашиваете, я думаю, что вы можете это спрашивать, я думаю, что вы вполне в силах это спрашиваете, да, это будет нелегко, но вы сможете это сделать. Главное не бороться с собой, пожалуй, не пытаться себя заставлять как-то. Как вы вот вчера говорите, да, как начать жить, как начать жить, если вы не можете жить сейчас. Как начать жить, как, не знаю, прыгнуть на крышу дома, если человек не способен этого сделать. А он не способен этого сделать. Вот как? Понимаете? Поэтому, мне кажется, мне кажется, что вы к себе несколько, ну я бы сказал, как вы к себе чересчур строги, вы к себе чересчур строги. Может быть, может быть, к себе вы чересчур не чувствительны, привыкли, ну привыкли от себя что-то требовать или считаете это слабостью. То, что, условно говоря, в вашей жизни происходит сейчас. Ну, очень важно позволить себе быть слабой, очень важно позволить себе быть разбитой. очень важно, очень важно позволить себе говорить о поле столько, сколько, сколько это нужно. И вот это все есть путь к вашему движению вперед, на мой взгляд, конечно. Вот, пожалуй, то, что я могу вам сейчас сказать с точки зрения психологии, с точки зрения психотерапии. Вот, с точки зрения, с точки зрения, в том числе и своего опыта, который у меня есть с точки зрения моего мировоззрения, моей профессии. Я надеюсь, что вам это было полезно. Надеюсь, что вам это было, ну, надеюсь, хоть немножечко откликнулось, что у вас что-то, ну вот, из того, что я сказал, вот. И я надеюсь, что у вас появится желание дать какую-то обратную связь на мой ответ. Вот, это тоже позволит вам потихонечку двигаться вперед, вот. Не требует от себя ничего абсолютно, не требует от себя никаких, там, усилий, никаких изменений, не требует от себя абсолютно ничего. Просто следовать за своей природой. Просто следовать за своим переживанием. Но, повторюсь, повторюсь, чтобы вы при этом при всем не были одна. Чтобы при этом при всем вы были с кем-то. Чтобы при этом при всем вы, если и плакали, если и страдали, переживали, то чтобы вы делали это с кем-то. Вы были не одна. Это крайне, крайне важный момент, на который вам имеет смысл обратить свое внимание. Удачи вам, всего самого доброго. Я надеюсь, что ваша жизнь наладится. Вот, я уверен, что она наладится. Если вам, ну, немножко помочь, я уверен, что ваша жизнь наладится и вы сможете с грустью, конечно, да. Но, скорее всего, светлой вспоминать своего мужа. Вот, и быть ему благодарны за все время, что он с вами был. Всего вам самого доброго. Всего вам мужества.